Привет всем, меня зовут Олег, и добро пожаловать на канал записки гастарбайтеров. В данный момент я нахожусь все дома. Самый забавный момент, то что я, мои коллеги и соседи, последние несколько недель дома фактически только ночуем, и то не всегда. И поэтому у нас здесь бардак. Вот эта штука у нас уже, по-моему, недели 2-3 уже лежит. Вопрос, а как же вы справляетесь с уборкой? А теперь все-таки давайте перейдем к сути дела, потому что сейчас началась настоящая лекаратка 21 века. И давайте более подробно о ней. Играет музыка. Играет музыка. Данная тема для многих является интересной, а некоторые люди совсем по ней сошли с ума, и берут огромные кредиты, продают квартиры только для того, чтобы купить крипту, либо купить оборудование для майнинга с этой самой криптовалюты. На мой взгляд, это немножечко промечиво решение, потому что криптовалюта по-прежнему остается довольно-таки рискованным способом инвестиций, и туда следует кладывать свободные деньги, то есть те деньги, которые у вас есть, а уж тем более не на кредитные деньги. Например, вы сейчас можете посмотреть видео Александра Кондрашова, где он вложил в криптовалюту где-то 30 тысяч долларов. Для него данная сумма является, скажем так, хоть и чувствительной, но я думаю, данный человек способен данную сумму спокойно прокутить за месяц, и для него 30 тысяч долларов хоть и является, возможно, большой суммой, но не является критической суммой. Также огромный спрос, а также рост криптовалюты повысил вход для входа в майнинг. Соответственно, на данный момент, по-моему, минимальная сумма для входа в добычу криптовалют составляет 10 тысяч долларов. И я, наверное, скажу даже немножко больше. Для того, чтобы добывать биткоин, то сейчас минимальный порог входа это где-то 15 тысяч долларов. Если же у вас бюджет в пределах 10 тысяч долларов, имеет больше смысл влаживаться именно на майнинг, на видеокарты, для того, чтобы добывать такие валюты, как Ethereum, Zcash, Ripple, ну и прочие другие. Ну, а если у вас нет свободных 10 тысяч долларов, как, например, у меня, у меня их нет, я бы, наверное, свободные деньги вкинул к криптовалюту и купил бы немножко Эфира, Ripple и так далее. Ну, или бы вложился в BitConnect. Ссылка в описании, шучу. Это просто отсылка к Денису Борисову, так я его периодически смотрю, он очень интересно про это рассказывает. И для меня, как для чайника, про это очень интересно узнать. Ну, а теперь перейдем напрямую к майнинговому оборудованию, а точнее к ASIC-ам или майнерам. И, если честно, за последние несколько недель в Китае цены на них взлетели до небес. Некоторые поставщики взвинтили цены примерно в два раза. И примерно такая же ситуация была летом с видеокартами. Кроме того, цены на ASIC или майнеры в данный момент меняются чуть ли не каждый день. И, кроме того, даже могут отличаться от поставщика к поставщику. Но в среднем по рынку они примерно одинаковые. Ну, вот тут есть некоторая возможность экономить и сделать предзаказ на майнеры. Но есть такой маленький момент. Если вы делаете предзаказ, то за это время цена на майнер может очень сильно упасть, что было до этого несколько раз за последние два месяца. Кроме того, вполне возможно то, что трудность добычи именно криптовалюты повысится, и уже данный майнер будет просто тупо неактуальным. Ну, а теперь к сути вещей. На данный момент я нашел очень хорошего поставщика. Большая часть майнеров у него есть в наличии. Кроме того, возможен предзаказ. А еще самое лучшее, то, что данный поставщик также делает доставку со страховкой и со всем прочим. Соответственно, это очень неплохой вариант. Но так как цены обновляются чуть ли не каждый день, я ссылку на рассылку поставлю в описании, где я буду публиковать самые актуальные цены. Также будет ссылка на группу Telegram, где также будет информация по майнинговому оборудованию. И если вам данная тема будет интересна, также внизу будет форма заявки, где вы сможете подать заявку на покупку майнера. Ну, как-то так. Ну и под конец дам маленький инсайт, который связан также с асиками. Если вы хотите брать майнеры в Китае, то, возможно, имеет смысл заказывать их без блоков питания. Почему? Потому что стоимость пересылки майнера с блоком питания возрастает довольно-таки сильно. И на данный момент цены именно на покупку блоков питания в России ниже, чем в Китае. Ну, в общем, так. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если у вас есть вопросы, то оставляйте комментарии. Если есть вопросы по сценам и так далее, то вступайте в группы, подписывайтесь на канал в Телеграме. В общем, всем желаю хорошего дня. Всем спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!